В Кустанайской области на один травмпункт может стать меньше. Лишится его рискует Рудненская городская больница. Закрыть травмпункт должны были еще полгода назад, когда прекратилось финансирование. Но руководство больницы содержит его самостоятельно. Врачи получают зарплату, а пациенты медпомощь. За 6 месяцев медучреждение обросло долгами и уже не в силах оплачивать деятельность травмпункта. Городские власти тоже ничем не могут помочь. Артем Грапов расскажет подробнее. Травматологический пункт при Рудненской городской больнице работает еще с советских времен. Ежегодно здесь принимают по 13 тысяч пациентов. Это каждые сутки в среднем по 50-60 обращений. В основном мелкие травмы. На содержание травмпункта в год необходимо без малого 70 миллионов тенге. Но с января финансирование прекратилось. Тогда руководство больницы обратилось в фонд социального медстрахования с предложением увеличить сумму для приемного покоя. Допустим, в год мы госпитализируем 16 тысяч человек, а приемный покой обращается 32-34 тысячи. Из них половина 16 тысяч мы отпускаем домой. За них нам государство оплачивает за прием. Но там прием, конечно, в два раза дешевле, чем в травмпункте, потому что там не учитывается нюансов очень много. Мы им предложили, давайте увеличим сумму на приемный покой, хотя бы какое-то частичное перекрытие этот вопрос. Но этого не произошло, потому что денег нету, сказали, выделения не будет. Мы ваше письмо, которое вы нам отправили, мы отправили в центральный аппарат. Центральный аппарат ответа не дал. За 6 месяцев мы ответа не получили. На грани закрытия травмпункт в Рудном оказался из-за приказа министра здравоохранения. Документ гласит, что в моногородах с численностью населения менее 150 тысяч человек таких мест быть не должно. К Рудницкой больнице сейчас приписаны 142 тысячи пациентов. До нормы всего 8 тысяч не хватает. Помимо этого еще мы дополняем еще 12 тысяч человек, это с прилегающей территории других районов. Это Бимбетамарин, это Федоровский, это Кустанайский район. Потому что географически так сложилось, что положим странского района Бимбетамарина, ближе приехать сегодня к нам. И, конечно же, мы же не можем отказать сегодня никому в этой услуге, потому что человек попал в тяжелую ситуацию, травма. Это случилось в дороге, это случилось где-то, может быть, по каким-то там другим определенным обстоятельствам. Но мы не можем отказать. И в этом случае мы оказываем эту услугу. А для того, чтобы оказывали эту услугу, у нас должны быть обязательные условия. Это наличие травмпункта и наличие специализированных наших врачей. С учетом закрытия мы лишимся этой возможности. Акимгорода на ситуацию повлиять не может. Ни его уровень. Финансировать больницу и своего бюджета власти тоже не в силах. Это будет незаконно. Пока врачей один выход. Передать функции травмпункта приемный покой. Если травмпункт в Рудницкой городской больнице все же закроют, тогда вся нагрузка упадет на плечи приемного покоя. И здесь тоже не самый благоприятный прогноз. То есть травматологи не смогут справиться с таким объемом посещений. И будут просто увольняться. А пациентам придется ехать за помощью в Кустанай. И это 40 километров. Самым правильным решением проблемы и власти Рудного, и руководство больницы называют изменение приказа Минздрава. Нужно лишь снизить численность населения до 100-120 тысяч человек. И чем быстрее, тем лучше. Артем Грапов и Сергей Тахтенберг. Кустанайская область. Хабар.